Для занятия спортом нет ограничений, он доступен каждому. В очередной раз в универсальном спортивном комплексе Подмосковья люди с ограниченными возможностями здоровья доказали, что если есть цель, то никакие препятствия не помеха. Команды из городских округов Щелково, Коломна, Матище, Орехово-Зуево и Одинцово приехали в войска сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Инвалиды могут сдать нормы ГТО, Поэтому для них были разработаны некоторые специальные нормы ГТО. И Московская область и Щелково являются лидером по этому вопросу. Поэтому сегодня со многих городов Московской области приехали спортсмены, которые своей тренировкой, своими выступлениями в этих санвариках показывают, что человек действительно даже с ограничениями по здоровью может много достичь. Более ста спортсменов попробовали свои силы в прыжках в длину, поднятии гири, приседаний, подтягиваниях на высокой перекладине, отжиманиях, наклонах и бочи. В паралимпийском виде спорта уникальность которого в том, что им могут заниматься люди с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, прикованные к инвалидному креслу. Нормы ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывали специально под каждый вид заболевания. Мы проводим сегодня испытания комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями и людей с инвалидностью. Опыт проведения таких мероприятий у нас уже есть. В 2017 году Щелкова конкретно участвовала в тестировании. Сейчас методические рекомендации утверждены, нормативы практически по всем нозологическим группам утверждены. И вот эти соревнования, они, собственно говоря, являются первыми официальными испытаниями комплекса ГТО для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями. Стремись вперед, стирая грани. Под таким девизом пройдут соревнования третьей всероссийской летней спартакиады инвалидов в республике Мэриэлл. 14 участников сборной Московской области приняли участие в сдаче норм ГТО. Среди них – Давид, который в будущем мечтает стать профессиональным футболистом. Я люблю заниматься спортом. Мне это нравится и полезно. Был на спартакиадах. На первенстве Московской области полег атлетики был. Потом на всяких соревнованиях. И сейчас я на ГТО. После выполнения спортсменами всех нормативов они будут претендовать на получение золотого значка ГТО. Екатерина Сусенко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».